Здравствуйте! О том, что произошло на этой неделе в Самарской области, расскажу вам я, Вадим Сердюк, от Огегубернии, глазами наших корреспондентов. На этой неделе губернатор Николай Меркушкин прокомментировал свое решение принять участие в сентябрьских выборах. О намерении подать в отставку он заявил в Сочи. В ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путином. Глава государства одобрил эти планы, отметив его большой опыт работы. О деталях разговора расскажет Анна Архипова. В семь раз сократилась очередь в детские сады и почти в шесть раз уменьшилось число обманутых дольщиков. Создаются новые рабочие места. Они появляются в том числе в особой экономической зоне и технопарке Жигулевская долина. И все это за два года. При личной встрече губернатор Николай Меркушкин озвучил президенту достижения и ближайшие цели развития региона. Поддержка крупнейших предприятий, в частности автоваза, ЦСКБ Прогресс, Кузнецов, развитие нефтехимического кластера, реформирование ЖКХ и другие социально значимые вопросы предстоит еще решить. Пять из предложенных инициатив Николая Меркушкина были одобрены и подписаны главой государства. Самая большая сумма требуется на восстановление уже имеющихся, но давно отслуживших свое дорог, а также на строительство новых магистралей. «Инфраструктура города, прежде всего Самара области, она сегодня в таком состоянии, где по основным направлениям мы находимся там в шестом десятке, в седьмом, в восьмом десятке регионов. И поставлены проблемы дороги, дорога в том числе Карла Маркса отдельно, транспортный узел железнодорожный Самара-Тольятти-Курумыч, Фрунзенский мост». Решать поставленные в том числе и президентом задачи будет легче, заручившись поддержкой населения, отметил губернатор Самарской области. В ходе рабочей встречи с президентом Николай Меркушкин заявил о своем намерении принять участие во всенародных выборах. Шаг очень важен и в свете грядущей реформы системы местного самоуправления, подчеркнул глава 63 региона. «Очень важно в такой ситуации, чтобы губернатор был избран народом, что он мог бы в том числе, ну, скажем, представлять напрямую интересы народа, когда будут отбираться сети-менеджеры. В другом качестве, ну, в сегодняшнем качестве, ну, тоже можно, но понятно, что это власть на местном уровне, она на самом деле должна, напрямую связана с народом, ближе к народу значительно, и в том числе, если губернатор избран народом, это в плюс». Владимир Путин одобрил озвученные планы, отметив большой опыт работы Николая Меркушкина на руководящих политических должностях. Глава региона подчеркнул, грядущие выборы позволят сплотить самарцев для решения общих, социально значимых задач. Анна Архипова, Алексей Вельмискин, Новости губернии. Николай Меркушкин встретился с лидерами общественного мнения, уважаемыми в регионе людьми. Тема одна – решение главы региона идти на выборы в сентябре. Он объяснил, с чем это связано, и заручился поддержкой присутствующих. Разговор длился около трех часов, и, как признали его участники, получился очень откровенным. Николай Меркушкин сначала объяснил, почему принял такое решение. Этому способствовало сразу несколько факторов. Первый – без отставки выборы пришлись бы на 17-й год, что крайне нежелательно. Именно в это время предстоит сдать все объекты к чемпионату мира по футболу. Отвлекаться нельзя. Это очень важно для Самары. Все должно быть на высшем уровне. К тому же тема выборов стала еще более актуальной в связи с реформой закона о местном самоуправлении. Глав администрации могут назначать, выбирает кандидатуру, комиссия. Эту комиссию на 50% формирует губернатор. 50% комиссию представляют органы местной власти, людей, и 50% – губернатор. Если пойдут подобные роды изменения, конечно, если губернаторы избранные народом, избранные народом, представляя своих людей для того, чтобы определять, кто этот профессионал и кого отбирать, можно говорить это и от имени народа. Если губернатор, как сегодня назначен, это получается, ну, любишь, но критик, вертикаль только, это вот оттуда все идет, значит, и так далее, и так далее. Ну, есть у нас такие люди. Иначе опять получается вертикаль власти, говорит губернатор. А у этой системы, как известно, есть противники. Еще одна причина пойти на выборы – это стабильность и определенность. Слухи о том, что губернатор временный, варяг, скоро покинет регион – были. Выборы поставят в пересудах точку. С этим согласны и участники встречи. Кто-то там слухи распускал. Значит, а вот он и едет, а он варяг, а он тут ближе к Москве его тянет и так далее. Выборы всенародно – это тот аргумент, о котором вы сказали и вчера сказал президент. Ссылка однозначная. И всех можно тогда говорить, не дождетесь. И на этом все. Пять лет свободной, как говорится, ответственной работы на этом посту. Самарцы сейчас в большинстве своем поверили вам. И верьте в самарцев. Понятно, что грядущие пять лет, говорит губернатор, простыми не назовешь. Предстоит большая работа. Регион в аутсайдерах по многим вопросам. Кстати, в том числе и проблемы Самарской области, и способы их решения обсуждали на встрече с Владимиром Путиным. Это та часть беседы, которая, как говорится, осталась за кадром. В СМИ не попало. Речь шла и о дорогах, автовазе, метро, магистрали центральной, строительстве инфраструктуры. Вектор развития первое лицо государства поддержал. Напугали жителей. Вчера мы проводили фестиваль национальных семей в Красноармейском муниципальном районе. И вот не могли начать этот фестиваль, пока не объяснили людям, почему мы подали в отставку. Выступают звонки, чем мы можем помочь и как мы должны работать в это время. Мы имеем опыт, когда занимались выборами Владимира Владимировича Путина. Вот если вы доверите быть доверенным лицом, мы все 33 профсоюза очень вас уважают. И я думаю, мы постараемся внести определенную лепку максимальную, чтобы вы с триумфом возвратились на свою должность. Практически каждый участник встречи взял слово. Говорили о поддержке и о развитии области. Выборы – это шанс для региона вернуть лидирующие позиции. Мы должны иметь максимальный результат. Мы должны иметь максимальную яхту, отличительную вообще от каких-либо выборных компаний, которые у нас были ранее. И тогда мы докажем, что Самарская область действительно может доверять и нужно доверять. Самые мощные проекты, самые ответственные проекты. Здесь есть политическая стабильность, здесь есть интеллект, и здесь есть люди, которые в состоянии решить любые поставленные задачи. Ольга Павловская, Алексей Вельмискин, Новости губернии. Решение Николая Меркушкина стало главной темой публикации всех информационных агентств. Звучат разные комментарии, но все сходятся к тому, что за последние два года ситуацию в разных сферах жизни региона удалось повернуть в сторону устойчивого развития. Я глубоко убежден, что жители Самарской области максимально поддержат Николая Меркушкина как губернатора Самарской области. И это позволит ему более энергично, более мощно реализовывать те стратегические задачи, которые поставлены президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путином. И более эффективно работать по дальнейшему социально-экономическому развитию нашего региона. На мой взгляд, появилась уверенность в том, что мы двинулись с мертвой точки и стало заметно движение вперед и в решении экономических вопросов, и социальных вопросов, и даже политических вопросов. Я считаю, что одним из важнейших элементов нашей жизни, с которым связано будущее Самарской области и именно в результате действий Николая Ивановича, это то, что он сумел найти ключ к сердцам наших жителей. Он сумел найти формы взаимодействия с населением, через которые он напрямую узнавал о тех проблемах, которые волнуют наше население. Много сделано за эти два с небольшим года, когда Николай Иванович у нас является губернатором. И очень серьезные поставлены цели впереди. Те цели, которые реально приведут Самарскую область к лидерству именно на карте всех российских регионов. И поэтому сама идея и инициатива Николая Ивановича пройти именно через народные избрания, через выборы, это, конечно, очень грамотный и рациональный шаг. Говоря о наших учреждениях искусства, культуры в целом, изменилась ли жизнь за последние два года? Да, безусловно. Потому что, во-первых, это были очень продуктивные и конструктивные встречи с Николаем Ивановичем, на которых мы все вместе, представители учреждений культуры, работники культуры, искусства, высказывали свои соображения, пути развития. Очень плодотворная работа, которая была проведена Николаем Ивановичем. И те намеченные планы, которые именно прозвучали в послании губернатора, не просто сегодня мы видим, что это слова только как сказаны, а это конкретная реализация. Пожалуй, на этой неделе было сложно найти место, где бы не обсуждали главную новость. Люди говорили о решении Николая Меркушкина на предприятиях, на улицах и в транспорте. И вот что ответили самарцы нашему корреспонденту. На его народ выберет, он нормальный, для города много сделал. Я считаю, что такого губернатора у нас еще никогда не было. Очень много сделал, я считаю, для города, для нашей области. Замечательный, побольше бы таких, честно говоря. Видно его работу, понимаете. Меркушкин достойный очень, и я думаю, что он победит. Мне нравится наш губернатор, и я бы хотела, чтобы он не уходил с политической сцены. Меркушкин? Ну, я отношусь положительно, я буду за него голосовать. На этой неделе губернатор прокомментировал ситуацию с возведением стадиона к Чемпионату мира по футболу. Главная стройка Самары задерживается из-за бумажной волокиты. Городские власти до сих пор не выдали разрешения на строительство объекта. При том, что проект прошел федеральную экспертизу одним из первых и был признан самым интересным. Как отметил Николай Меркушкин, за последние 10 дней он неоднократно встречался по этому поводу с главой Самары. Но до сих пор дело с мертвой точки не сдвинулось. Тем временем промедление на данном объекте недопустимо, подчеркнул Николай Меркушкин. Нам полутора-двух лет не хватит. Нам нужно минимум три года. Минимум три года. В самом хорошем раскладе. И потерять лето, лето текущего года, это преступление. И как уже позже стало известно, после заявления губернатора, необходимое разрешение администрация Самары подписала на следующий же день. К другим темам. Будущий АвтоВАЗ губернатор обсудил с президентом завода Бу Андерсоном. Речь шла о повышении конкурентноспособности предприятия. Сейчас на российском рынке непростой момент. Как в этом положении не остаться в аутсайдерах и вывести АвтоВАЗ на новый уровень в нашем сюжете? Чтобы выйти на новый уровень, нужны коренные изменения в организации производства, считают участники встречи. Полная финансовая прозрачность деятельности завода и конструктивный диалог с профсоюзами. Процесс, можно сказать, реформирования уже запущен. Задача – один миллион автомобилей в год. Это практически четыре тысячи в день. Мы совместными усилиями будем делать все, чтобы и помогать заводу всем, чем мы можем. Помогать городу Тольятти всем, чем мы можем. В том числе ставить эти вопросы на уровне руководства страны. Те вопросы, которые там могут быть приняты в этом отношении. Бо Андерсон сказал, что он считает, что надо пересмотреть в некой мере, скажем, нагрузки на наш завод Тольятинский и Ижевский. В пользу, частично в пользу Тольятинского завода. Я тоже эту точку зрения полностью поддерживаю. Критической ситуацию назвать нельзя. Непростое положение сейчас у всех автопроизводителей. Как поддержать российские заводы уже обсуждают и на федеральном уровне. Не исключено, что для повышения спроса вернут программу по утилизации авто. Рассматривают и еще ряд мер. Не бездействует в это время и руководство АвтоВАЗа. Я также много работаю с дилерами. Мы им говорим, что наши продукции становятся лучше. 1 июля мы вводим систему заказов от потребителей. Первый раз за 5 лет увеличится доля рынка в Санкт-Петербурге. Сокращение сотрудников не избежать, иначе о конкурентноспособности завода речи быть не может. Структура должна быть более гибкой. Эта тема одна из главных на совещании. Без работы людей не оставят. Это позиция областного правительства. Здесь предусмотрен целый комплекс мер. И программа по переобучению, и новые рабочие места, которые создаются в Тольятти. Министерство труда сейчас постоянно практически находится там. Мы делаем все для того, чтобы трудоустроить, насколько возможно, насколько людей это устраивает. Это будем делать. Это и через поддержку малого бизнеса. Для того, что могли бы и в бизнесе кто-то заняться или трудоустроиться. Трудоустроиться, сферу услуг поддерживать, строительную отрасль поддерживать там, в Тольятти я имею в виду, плюс особая экономическая зона. Только в этом году в особой экономической зоне найдут работу порядка трех с половиной тысяч человек. Еще пять тысяч смогут трудоустроиться в технопарке «Жигулевская долина». Ольга Павловская, Алексей Вельмискин. Новости губернии. Свой праздник отметили представители самой бескорыстной профессии, сотрудники социальной сферы. Награды, в том числе новый почетный знак, звание заслуженного соцработника области, вручил губернатор. Ты улыбнись, мой друг, не будь такой печальный, у социальной слухи женское лицо. Женские лица в зале и поздравления со сцены. У них уже есть своя эмблема, свои традиции, свой профессиональный праздник и даже свой гимн. Часто достаточно отдельные вещи в области, которые сложились, и как они сложились, критикую. Я в этом, может быть, убежден, что многие вещи можно было немножко не так сделать. Но если брать нашу социальную службу, работу вашу, то здесь, кроме как в пример приводить, по-другому сказать просто я не могу. Николай Меркушкин отметил, социальная сфера – самая большая статья расходов областного бюджета – более 20 миллиардов рублей. Это самый высокий показатель в ПФО. Сейчас в регионе работает 47 центров соцобслуживания, 10 реабилитационных центров. За помощью в социальные службы по статистике обращается каждый третий житель области. Мы стараемся постоянно поддерживать связь с нашими сотрудниками и в том числе поддерживать их дух, их настроение, корпоративные чувства для того, чтобы был настоящий праздник. В канун праздника награды получают самые достойные. Теперь в Самарской области на 4 заслуженных соцработника стало больше. Николай Иванович, разрешите мне также поздравить вас сегодня с нашим профессиональным праздником – Днем социального работника. Потому что, наверное, я не ошибусь, если скажу, что вы сегодня главный социальный работник. Потому что столько вы сделали за короткий срок пребывания в нашей губернии для наших подопечных. Такое, наверное, отношение к людям, к тому, что мы работаем, мы стараемся. Наверное, очень давно не было. Я давно этого не видела. И я хотела бы пожелать успехов вам в ваших ближайших планах, но оно вам поможет. Ближайшие планы – это о предстоящих губернаторских выборах, в которых Николай Меркушкин намерен принять участие. Это первое публичное мероприятие после заявления. И вот реакция зала. Соцработники и ветераны службы обещают поддержку. Николай Иванович, это самое правильное, самое мудрое решение, которое поддержано президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путином. Знайте о том, что сентябрь месяц наступит, и мы вам докажем. Потому что мы вас верили, верим и надеемся. Татьяна Потоцкая, Дмитрий Алатырцев, Новости губерния. Ну что же, у меня на этом все. Новая неделя, новые события. Подведем итоги ровно через 7 дней. С вами был Вадим Сердюк. Удачи и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин